Друзья, я бы сегодня хотел бы поговорить в контексте этого праздника. Я тему свою назвал проповеди «Слово Бога для меня» или «Когда это слово становится моим». Потому что люди слышат много слов от Бога, но не всегда оно становится лично моим, моим откровением, можно так сказать. И когда оно становится моим? Немножко о празднике. В еврейской культуре есть такой праздник, который называется «Симха Тара» – «Радость Торы». Он не входит в число семи господних праздников, он не описывается в Писании, но он считается очень важным, потому что Писание говорит о том, чтобы мы радовались. О Писании об этом говорит. О том, чтобы мы радовались и о том, чтобы мы читали Его Слово. И поэтому это как бы тоже, он как бы не указан, но он указывает именно на этот сам праздник. И он празднуется сразу же после Суко, еще он пересекается или даже входит в праздник Шминя Ацерет, то есть как бы на восьмой день. Там восьмой и десятый день. Традиция говорит об этом празднике, что как бы он появился, то есть это традиция, во времена Соломона, когда Соломон попросил у Бога мудрости. Помните, Бог сказал ему «Прости, что ты хочешь». Соломон попросил мудрости, потому что самое важное – это иметь мудрость. Мудрость – это не знание, а мудрость – это как правильно использовать знания. И Бог дал ему мудрости, и Соломон обрадовался, закатил пир, как бы традиция, видишь, что как бы отсюда пошел этот праздник. Для современных евреев и неевреев этот праздник говорит о том, что Тора или Слово Божье, оно не должно заканчиваться. Потому что, ну, когда оно закончится, в этом есть опасность. Оно не должно заканчиваться. Потому что, если оно закончится, тогда закончатся переживания, откровения, да, новые, свежие откровения. И мы придем к такому, знаете, состоянию, как, ну, такое, знаете, такая вот насыщенность, то есть насыщенному обыкновению. То есть ты вроде насытился, ты все знаешь. Знаешь, иногда, когда человек говорит, а я читал уже Слово Божье много раз, как бы, он вроде как бы насытился, но это такое обыкновенная насытимость. Поэтому, да, праздник Тора, он всегда, чтобы Тора не заканчивалась. Потому что, когда мы читаем, и сегодня, да, Игорь, он говорил, да, комментарий о том, что, когда мы читаем заново, то Слово Божье, оно как-то по-другому открывается. Потому что мы не можем его видеть в полноте только за один раз. Мы, когда читаем много раз, мы что-то не увидели, что-то мы пропустили, и оно вновь по-новому что-то открывается, потому что оно имеет, ну, такое бездонное богатство, огромную глубину. В сердце самой Торы заложено откровение о Боге и человеке, их взаимоотношениях и завета. Это, по сути, это книга завета. Завета Бога и человека. Завета Бога еврейского народа и далее всех народов, которые вошли, да, стали, ну, стали частью этого народа и вошли в этот завет. Знаете, и ни в одной книге, когда мы читаем книгу, ни в одной книге не описывает, ни одна книга не описывает так, как описывается именно, да, в Торе. Я бы, как бы, Тора, Слово Божие, это, в принципе, одно и то же. Ни в одной книге не описывается так, как Бог, Он именно по-особому открывается именно в этой книге. Вот именно по-особому, да. Бог открылся Аврааму, да, выход из Харана. Бог открылся Якову, да, в видении лестницы, когда он чуть-чуть задремал, и потом Бог показал ему, как бы, сон, это был такой сон и видение, да, когда ангелы сходили, и написано, что он видел Бога стоящего. Бог открылся Моше Моисею в Терновом кусте. Очень потрясающе, как Бог открывается, да, то есть, ну, нигде в других книгах не описывается так, как Бог открывается. Бог открылся ранее Ною. Он сказал, что мое терпение... Мы знаем, что Бог терпеливый, но, тем не менее, Бог сказал Ною и его семье, что погибнет все человечество, но ты спасешься, потому что ты чтишь меня, ты веришь в меня. Бог открывается Иову через страдания, да. И вы знаете, интересно, что когда читаешь эту книгу Иова, то там есть некоторые моменты, там очень сильно говорится о том, что об отношении людей. Ну, мы как бы, да, там в конце заложен смысл того, что, да, но именно очень сильно говорится об отношении людей. Также там говорится, что в страданиях есть тоже смысл. Вот. И еще важный момент, что нам не нужно разбираться в страданиях. Почему? Потому что иногда, когда человек, он страдает, какие-то приходят невзгоды, ну, мы знаем, да, современные богословия, скажем так, ну, наверное, ты нагрешился, тебе нужно покаяться, исповедоваться, там, и так далее, и тому подобное. Но книга Иова, она говорит, что именно в тех страданиях, которые он страдал, не нужно разбираться. Почему? Потому что есть опасность в том, что мы можем дать неверный ответ. Скажу, и мы дадим неверный. Как помните, друзья, они как бы, помните, Господь, что они как бы правильно говорили, но не совсем правильно. Потому что есть мое отношение, мое и Бога, ну, в этих моментах. И когда мы начинаем копаться, когда мы начинаем разбираться, что, почему произошло, то, ну, это грязь из-за того, что, ну, иногда в каких-то моментах, да, мы должны, в каких-то моментах, может быть, разобраться, вот. Но именно в целом есть отношение Мои и Бога. Есть мой путь, Мой и Бога. И когда мы видим людей в таком состоянии, как бы, да, они проходят свою, как бы, школу, то лучше всего просто стать рядом с этим человеком и поддерживать его в молитве, и просто быть рядом. Вот это самое важное, чтобы в этот момент с тобой кто-то был рядом. Все, больше ничего не надо там говорить, какие-то там заумные фразы, давайте мы разберемся, давайте мы заглянем в твою душу, а давайте мы посмотрим твоих родственников, предков, может, они что-то... То есть, нет, это все, оно ничего не изменит. Изменит то, что когда человек находится рядом и просто тебя в этот момент поддерживает. А Бог, он проведет, как Ива, он провел, и он покажет смысл этому всему. Поэтому интересно, что вот, знаете, Бог тоже по-особенному именно открылся до Ио. И мы видим, и дальше он открылся уже всем нам через Ишо. Да, то есть, он пришел к Марии, пришел к Якову, пришел к Петру, будем дальше об этом говорить. То есть, и он по-особенному открылся через долгие годы молчания. То есть, да, то есть, ну, Бог молчал, там, историки говорят, что где-то было около 400 лет молчания, и тут Господь, Он просто пришел на землю, спустился и открылся уже, ну, сначала ученикам, да, и потом всему человечеству. И это единственная книга, которая описывает потрясающее открытие, ну, Бога, который сотворил небо и землю. Это просто, ну, это просто здорово. И мы видим в Писании, что Господь говорит ко всему народу, и что они получали послание, которое меняло их поведение. Господь, Он говорил через Иону, не на Витяном. Знаете, что Он, да, Он говорил, да, о том, чтобы они что сделали? Покаялись. То есть, это слово было как бы, ну, Он как бы обращался, Он как бы ко всем обращался, да. Бог также обращается через пророков к Израилю, потому что Израиль, да, иногда уходил куда-то в сторону, и приходилось Богу через пророков обращаться к народу. Бог также обращается общим посланием вообще ко всем нам, там, да, покайтесь, и вы будете спасены. Ну, то есть, это обращение как бы, да, к Богу. Бог также говорит о том, что верьте в исцеление, и вы получите исцеление. Или там, не знаю, всегда радуйтесь. Ну, Он как бы ко всем говорит, да. То есть, это слово, оно звучит именно, оно может звучать к десяти человекам, к сотне человекам, а может звучать и к тысяче человекам, и к сотне тысяч. Когда мы читаем Его Слово, да, то как бы оно, может быть, не ко мне, как бы лично относится, но оно как бы звучит о том, чтобы мы, ну, да, там, радовались. И ты понимаешь, что это слово, оно как бы, ну, ну, для всех. Или там, нехорошо быть человеку одному, да, так сегодня тоже как бы говорилось. И кто-то понимает, что как бы оно звучит ко всем, но может кто-то сказать, ну, это точно, да, наверное, что-то будем с этим делать. Также мы читаем, что Господь обращается лично к человеку на индивидуальном уровне. И то, и другое важно. Но я хотел бы сегодня поговорить о том, что какое же Слово Бога для меня. Потому что мы знаем, что Слово Бога, оно несет, оно много что несет, но несет также и радость, да. И когда это Слово, оно становится моим. Я взял несколько примеров из Писания, вот они, как-то, не знаю, обратил на это внимание. Я знаю, что много есть авторов, много есть мужей Божьих, которые об этом говорят, но я несколько мест приведу, и как-то, ну, вот, прослуждаю над этим. Я хочу привести апостола Петра. Знаете, у апостола Петра было два призыва, вот и шоу. Что он должен, что он должен делать, да, и что он должен продолжить делать. Интересно, давайте мы сочетаем Лука, пятая глава, четвертого стиха. Время бежит. Тут написано. Когда же он закончил проповедь, то сказал Симону, отведите лодку на более глубокое место, если закинете там сети, то поймаете рыбу. Симон ответил ему, господин, мы всю ночь тяжко трудились и ничего не поймали, но раз ты велишь, я заброшу сети. Когда они сделали это, в сетях оказалось великое множество рыбы, и сети стали рваться под тяжестью улова. Тогда они дали знак товарищам, находившимся в лодке, чтобы те пришли им на помощь. Те подошли и наполнили обе лодки до краев, так что они стали тонуть. Когда Симон Петр увидел это, упал к ногам из шоу со словами, удались отсюда, Господи, потому что я грешен, грешен я. Ибо великое удивление охватывало его и всех его товарищей, видевших, какой им достался улов. Такое же чувство охватило Якова и Иоанна, сыновей Заведея, которые были вместе с Симоном. Интересная фраза. «И сказал Ишова Симону, не бойся, отныне ты будешь ловцом душ, а не рыб». Здесь мы видим, что Ишова конкретно обращается к Петру. Видно, что он с глазу на глаз, уста к устам, смотря на Петра. Знаете, я тут представляю эту картину. Петр в ужасе, что столько всего произошло, уже Бог сотворил какое-то чудо. Хотя до этого он говорит, отплывите, закиньте. Ну, Петр, ну хорошо, мы закинем. Когда все они это увидели, увидели проявление Бога в ужасе, в страхе, в удивлении, и Бог теперь говорит Петру такие слова, да? «Ты будешь ловцом душ человеческих». Какие были мысли Петра в этот момент? Может быть, он обрадовался, может, может, начал сомневаться вновь, да? Может, его охватил какой-то ужас. Может, он глубоко задумался. Но я думаю, что в его состоянии он точно понял, что он уже не будет тем рыбаком, который он был до этого. Что-то изменится в его жизни. Вот хочу, вот вы когда-то слышали слово «в свою жизнь от Бога»? Вот кто-то поднимает руку высоко. Знаете, Господь, это не обязательно, что Бог именно лично пришел к Петру и сказал, да? «А ты, там, Петр, или там, как ваши имена, там, да? Ты будешь, там, ловцом, ну, людей». Бог может сказать через разное. Он может сказать в сердце, через когда вы читаете Слово Божие. Он может сказать, я не знаю, может быть, во сне. Он может сказать через... То есть, ну, Бог, Он использует разные методы, чтобы говорить. И я просто хочу еще сказать, когда-то вот, ну, вы слышали, что Бог конкретно, вот вы знаете точно, что это Бог, Он обращается к вам и что-то вам говорит. Это очень важно. Ну, есть такие люди, да? Есть Бог. И мне тоже иногда... Ну, не иногда, а было, когда я слышал именно то, что Он говорит мне. о том, каким, может быть, служением вы будете заниматься или что-то еще вы будете делать. Вот. И, конечно, в этот момент разные переживания, да? Ну, может быть, какой-то там, ну, страх. Или, ну, что мы испытываем? Может быть, радость. Ну, наконец-то Господь сказал в мою жизнь, что я буду делать, чем я буду заниматься. Или, может быть, просто на, ну, решение какой-то, ну, ситуации. Что я должен сделать, чтобы, может быть, какая-то ситуация на, ну, решить. Ну, здесь конкретно был именно призыв, призыв Бога, Ишуа, Он призывает именно Петра и говорит ему лично. И мы знаем всю эту историю, что на этом, как бы, не заканчивается. Они ходят в Ишуа, проповедуют Евангелие, знаете, Ишуа говорил Петру, может быть, ну, много, ну, как, он говорил, ну, знаете, когда он там говорил, да, отойди от меня, то есть, ты думаешь, ну, там, да, он как бы прообраз, да, что отойдет меня сатана, ты не думаешь так, как Божье. Но именно конкретно призыва он слышал серьезный в свою жизнь, он слышал несколько раз. И потом мы знаем, да, что приблизился день, когда никто этого не думал, никто даже не мог предугадать, никто не понимал, что Ишуа должны были схватить, убить, и Он воскреснет. И я хочу зачитать вторую историю о втором очень сильном слове к Петру. Это записано Иоанна, 21-я глава с 15-го стиха. Все мы знаем эту историю, но я бы просто хотел, чтобы именно обратили внимание, да, вот на некоторые вещи. И мы знаем, что Ишуа уже воскрес, и он являлся учеником, и здесь один из прекраснейших дней, наверное, в жизни было апостолов, когда они это увидели. Когда же они обедали, они обедали, Ишуа говорит Симону Петру. Это уже после того, как он явился, помните, они были в лодке, они ловили рыбу, а после всего они сказали, когда все это увидели, что Господа не стало, сказали, идем ловить рыбу, все это хорошо, все это замечательно, но мы идем делать то, что мы как-то более-менее понимаем в своей жизни. И тут они видят Ишуа, кто-то, может быть, узнал, написано, что Петр узнал, и он даже не успел одеться, прыгнул с этой лодки и давай плыть Господу. И вот они вместе сидят у костра, и когда же они обедали, Ишуа говорит Симону Петру, Симон Иоанн, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя? Опять, видите, Ишуа опять обращается к Петру, он мне говорит, ну, возможно, они сидели, разговаривали, общались, я знаю, что чувствовал Петр в этот момент, ну, он чувствовал, что он предал Господа, то есть он он знал, он знал те слова, которые, ну, эти слова, возможно, ну, это тяжело забыть, знаете, когда Бог что-то говорит в твою жизнь, это сложно забыть, может быть, они как бы еще не исполнились в нашей жизни, это слово не исполнилось, но оно не забывается, я знаю по себе, что, да, те вещи, которые Бог сказал в твою жизнь, что-то, возможно, исполнилось, что-то, возможно, еще, но их невозможно, потому что это слово от Бога, если слова просто как бы так пролетали, Знаете, там какой-то сон классный приснился, что-то еще там тебе сказали, ты что-то, может быть, услышал где-то что-то, ну, оно, может быть, и забывается. Но когда именно ты знаешь, что Бог говорит в твою жизнь, я скажу, это невозможно, ну, я говорю, по своему опыту жизни, да, за 28 лет, это невозможно забыть. Оно, как бы, может быть, знаете, где-то отходит, где-то на второй план, ну, где-то остается, но оно есть, оно есть. И я думаю, что в жизни, ну, Петра, он знал, что Бог ему сказал еще в самом начале, когда они ловили рыбу, он сказал, ты, Петр, ты будешь ловцом душ человеческих, рыбалка, это хорошо. Кстати, видите, всем рыбакам, кто любит рыбить рыбу, значит, у вас, скорее всего, призвание, будете ловцами душ человеческих. Это уже, видите, о чем-то, о чем-то говорить. Не знаю, мои это мысли, или это Господь, ну, я, я как бы просто говорю, что. Так что те, кто любители рыбалки, знаете, ждите, что Господь вам скажет, ты молодец, сын мой или дочь моя. Кстати, я знаю, что много очень сестер очень классно ловят рыбу, серьезно, очень, даже намного лучше, чем мужчины. Поэтому, не, ну, это здорово, это классно. Я люблю ловить рыбу, ну, серьезно. Я думаю, что тут тоже есть люди, которые любят рыбачить. Вот, и даже если я ничего не поймаю, это не делает меня ни рыбаком. Я все равно хоть что-то, но какую-то тюльку, но я поймаю и буду очень доволен. Хорошо. И вы знаете, что, вот, знаете, вот я, когда читаю Слово Божие, мне нравится вот представлять, как, ну, думал Петр, что он переживал. Ну, потому что, ну, мы все живые люди, и ученики, они, ну, где-то от нас не отличались. Они тоже были живые люди, и они тоже что-то переживали. И мы не можем сказать точно, что они переживали, но это интересно, потому что, на самом деле, ну, жизнь христианина, это, ну, это живая жизнь, это эмоциональная жизнь. То есть, да, она, она вот с эмоциями, когда мы слышим Слово Божие, когда Господь к нам прикасается, когда мы что-то переживаем, потом мы уходим, потом мы снова возвращаемся, да, потом Бог опять с нами что-то говорит. Как мы вот это воспринять, то есть, это, ну, жизнь такая вот, жизнь переживаний, эмоциональная жизнь, радостная жизнь. То есть, знаете, когда вот читаешь вот эти вот, как бы, местописания, ты думаешь, ну, вот Петр, да, то есть, и знаете, что, что интересно, что он мог бы увидеть Ишова бы и убояться, да, то есть, ну, как Адам, да, написано, убоялся он, да, там, Господа, там, да, то есть, а он увидел, и он, я не знаю, может быть, он еще сначала и не понял, а потом он понял, думает, я приплыл к нему, и тут думаю, а что же я приплыл, я же, я же его предал. Да ладно, уже, уже нахожусь рядом с Ишова. Нет, он просто в эмоциях нырнул и приплыл к нему. И вот дальше я читаю местописание. И Петр, Ишова говорит ему, да, один раз, второй раз говорит ему, да, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Ишова говорит ему, паси овец моих. Ишова говорит ему, паси овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон Иолин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли ты меня. И сказал ему, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. И Шова, смотря на него, он говорит ему, спаси овец моих. Интересно, когда это слово для Петра стало его словом? Мы думаем, знаете, вот мои такие мысли, исследования. Иногда мы думаем, что если Господь сказал слово, мы знаем, и мы не сразу можем его исполнить. И мы думаем, что все, это как бы утеряно все, это все пропало и так далее. Но я хочу сказать такие слова, что слово Господне или призвание, оно не покидало Петра. Даже если он как бы ушел, как бы дав свою отрасль, то слово, которое Господь ему высвободил, оно не покидало Петра. Когда Господь дает слово в нашу жизнь или говорит о призвании, и мы говорили, что Бог говорил в нашу жизнь, да, мы слышали, как Бог говорил в нашу жизнь, ну, через разные обстоятельства, это не означает, что мы не можем не вернуться в свое обычное русло. Ну, то есть, мы можем вернуться в то русло, в которое, как Петр вернулся, опять ловить рыбу. Но это означает, что Его Слово никуда не растворилось. Оно будет выжидать подходящего момента для осуществления. Если Бог сказал вашу жизнь, там, в начале пути, или в середине пути, и вы знаете, что Бог сказал вашу жизнь, а потом через время вы вновь занимаетесь чем-то, чем занимались, там, или как бы, и вы думаете, ну, это Бог сказал, знаете, есть такое учение, что, ну, я пропустил Божье Слово, как бы, да, ну, я не совсем, как бы, с этим согласен. Это не означает, что Его Слово куда-то растворится, ну, может куда-то раствориться. Оно будет выжидать подходящего момента. На Его Слово ничто не влияет. Не то, что я чувствую, или то, что я прохожу. Если я что-то прохожу, или что-то чувствую, кто-то не знает, что это повлияет на Божье Слово в моей жизни, и оно изменится. Я смотрю это в Писании, что это не совсем это так. Да, мы можем сопротивляться с Богом, да, мы можем что-то говорить, ну, это, ну, я не такой, у меня много недостатков, у меня много ошибок, и вообще я не совсем, там, образованный, у меня, там, ну, три класса образования, там, да, или, там, небольшое образование, или что-то еще. То есть, и, потому что я слышу в свою жизнь, ну, слышу, когда мы общаемся, о том, что, ну, да, Господь, ну, говорит, Бог говорил в твою жизнь что-то, да, ну, конкретно. Да, Бог говорил в свою жизнь. Ну, это было когда-то давно, и я пошел, как бы, своим, и это, как бы, вот, и это было, как бы, утеряно. Я думаю, что, если Господь, Он говорит, если Бог уже говорит в твою жизнь изначально, оно не может быть утеряно. Я где-то говорю, это, как бы, понятно, что это, это мои, как бы, мысли, это мои исследования, как бы, Писания, я смотрю, как бы, в историю. И есть, да, вот, такие неправильные высказывания, да, если Господь тебя призвал, но ты отказался, Он найдет другого, но это не совсем, не совсем так. Я верю, что Бог, Он не разбрасывается людьми. Человек, ну, может разбрасываться, ну, мы все, как бы, люди, да, мы с кем-то были, с кем-то, там, шли, что-то делали, там, и ты знаешь, что, когда ты там нужен, то ты нужен, когда ты не нужен, знаете, у меня было много друзей, когда я был нужен, то там очень много друзей. Когда я стал ненужным, все просто поразбегались, и я остался один, один на один. Бог, Он не разбрасывается людьми. Это не в Его, вообще, сердце, это не в Его сущности. И если, как бы, Бог говорит какое-то слово в твою жизнь, и, как бы, да, мы можем принять его, мы можем задуматься, ну, я верю, что это слово на протяжении какого-то времени, оно снова воскреснет, ну, в нашей жизни и принесет плод. Конечно же, мы можем вспомнить, вы помните историю, да, Исфир, когда Мардахей, он сказал, да, что вот пришло твое время, наконец-то ты сделаешь то, для чего ты родилась, да. Если ты не выступишь, если ты, как бы, не противостоишь, не скажешь, что тогда через другого. Ну, вы знаете, это, как бы, сказал Мардахей, и я все-таки, знаете, я верю в иронию, когда Бог говорит. Знаете, Он говорит, что ты должен сделать это, ты призван. Но если ты не сделаешь это, ну, я все-таки думаю, ты же разделаешь это, да. Знаете, я думаю, что в этих словах, когда Мардахей, он обращался к Исфир, говорит, ну, если ты, да, там, и не противостоишь, ну, так же ж не будет, ну, ты же противостоишься, я же знаю твое сердце, я же знаю, что, ну, ты так просто не оставишь. Бог, Он не разбрасывается людьми. И знаете, если Он сказал Слово в нашу жизнь, я верю, что оно исполнится. Бог все равно найдет тебя там, где Он нашел Петра, там, где Он нашел других учеников, там, Моисея, где Он нашел этого, как его, кто там теребил, помните, Гедеона, да, тут уже все, Бог пришел к нему и начинает с ним говорить. А Гедеон уже все, он уже просто сидит себе, думает, Господи, хоть как-то выжить в этой жизни, все так плохо, все так тяжело. И Бог приходит и говорит ему, муж сильный. Я думаю, что, наверное, он думает, кто тут еще со мной рядом? И Бог говорит, вспомни, Гедеон, о чудесах которых, да, и так далее. Я верю, то есть я читаю Библию, Писание, как бы я вижу, что Бог может найти человека в любом месте. Он нашел Иону, который тоже попытался. Да, может быть, и придется попасть во внутренний скита, побыть там чуть-чуть. Может и такое, может быть. Я не знаю. То есть это история, как бы и он, я не хочу, как бы, эту историю натягивать. Ну, пора. Но я вижу, в целом Писании Бог, Он, если приходит к человеку, Он не просто пришел к человеку и говорит ему серьезный, это серьезный конкретный вопрос о призвании человека, да, о том, кем Он будет. Это очень серьезные вещи. Ну, это сравнимо с вашим рождением. Это сравнимо с какими-то такими, знаете, яркими торжествами, когда Бог, Он приходит и Он говорит, ну, в жизнь человека. Я верю, что он не просто, Он приходит, так сказал, ну, человек, да ладно, как бы я, ну, ладно, пойду к другому скажу, пойду к третьему, пойду к четвертому, пойду к пятому. А тот проигнорировал, тот не поверил, тот, ну, Бог-то знает, что мы можем не поверить, Бог знает нас. И часто мы смотрим в Писании о том, что Бог вдохновляет людей, да, Он напоминает им, кем ты был раньше, что ты делал. И Он пытается человека вновь вдохновить, чтобы, ну, вернуть его в то состояние, ну, в которое, в которое он был изначально. Потому что Бог заинтересован, ну, в тебе и во мне. Он очень сильно заинтересован не в толпе людей, а лично, в каждом из вас. Написано, что Он каждого из нас, Он знает по имени. Это очень, мы, ну, это очень важные моменты, которые мы должны, как бы, для себя, ну, это должно стать таким, знаете, как монолитом, ну, в нашей жизни. Даже если мы сейчас не делаем то, что, как бы, Бог говорит. Я верю, что Бог, Он, вернее, я видел, как Бог возвращает людей, там, люди, которые каялись, принимали водное погружение, потом через время они опять уходили, как бы, да, они что-то слышали от Бога, это было искреннее их желание. Конечно, может быть, план Бога другой, чтобы человек, он, знаете, как этот, покаялся, крестился, наполнился Духом Святым и стал служителем. Но жизнь по-разному, ситуации по-разному. Я видел, как Бог возвращает этих людей заново. Он возвращает их в то место, да, они, конечно, приходят, там, кто-то из, кого-то кит выплюнул, кто-то еще там и так далее. Но Бог, Он очень заинтересован в тебе и во мне. И это, ну, в этом вот есть часть благой вести. Это очень важно. Это очень важно. Не думайте, что Бог найдет другого человека. Если Бог пришел и сказал слово, он заинтересован в тебе. Хочу рассказать одно видение одной сестры. Это было очень яркое, мощное видение на одном из молитвенных служений. Она увидела большой красивый ковер. В этом ковре были очень красивые рисунки. Эти рисунки, они перетекали один в другой. То есть, ну, вы знаете, когда ты подходишь ближе к ковру, то ты видишь отдельный красивый орнамент, очень, ну, индивидуальный. Когда ты отходишь от этого ковра, ты видишь общую картину. Но что она увидела? Она увидела, что в одном месте была неполная маленькая картина во всем этом и как будто не хватало этих нитей. И она спросила, Господи, а почему тут не хватает нитей? Ну, что случилось? Это может быть кто-то отпавший, или кто-то, ну, может быть, ну, может, может Господь выдернул или что-то еще. И Господь, а Бог, Он был как бы в роли священника. Ну, как вот описывают священника, да, то есть, ну, специальные одежды, это были золотые одежды, Он был в золотой как бы одежде. И Он просто берет вот так вот берет одежду свою, да, и открывает, вот эти нити находятся здесь. Эту нитку берет и говорит, вот, видишь, она немного грязная, но она крепкая. Она немножко запачкалась, но она прочная, она крепкая. И эту нить опять ложит себе за пазух. Знаете, это потрясающе, о чем это, ну, как бы, да, ну, видение говорит о том, что у Бога никто не будет потерян. Если Он даже был в этом ковре и как бы не полная эта вот картина всего, даже если как-то Он вывлез из этого ковра, мы же говорим о Божьей милости, о Божьей благодати, о том, что Господь, ну, Он добрый. И даже если эта нитка как-то, скажем так, с общего ковра выпала, то она у Бога запазуха, эта нитка, и она проходит свой этап, ну, очищения. и потом через время она опять будет возвращена в этот ковер. То есть это, ну, потрясающее как бы такое было видение. Я буду подходить к концу и хочу зачитать еще одну историю, которая мне очень сильно нравится. Я получаю большое вдохновение от этой истории, поэтому, что вы тоже. Она о многом говорит, это Ишуа и Самарянка. Мы все знаем, да, эту историю, я не буду говорить. Ишуа ждал эту женщину. Ученики ушли в город, и вот Ишуа сидит у колодца и ожидает. Иоанна, 4 глава, 25 стиха. Женщина сказала, ну, вы знаете эту историю, они начали разговаривать. Вот, он сначала попросил у нее воды, она говорит, ну, мне там нечем почерпнуть. И потом Господь говорит, ну, ладно, но зато у меня есть вода жизни. Если я эту воду тебе дам, то ты не будешь жажить вовек. И вот пошел такой диалог, разговор. Господь говорит о том, что Он ищет поклонников, которые будут поклоняться в духе истине. Женщина говорит, да, мы знаем, где нужно, мы знаем, как правильно поклоняться, там вот на горе Герозим, там вот поклоняться. Потом Ишуа говорит, ну, хорошо, давай, чтобы разговор дальше продолжился, позови там своих мужей, и мы там дальше уже вместе. Она говорит, что у меня нет мужа, и он говорит ей слова в ее жизнь, в ее сердце. И мы знаем эту историю. И вот дальше женщина сказала, я знаю, что приближается Мессия, когда он явится, то расскажет нам обо всем. Ишуа отвечал ей, я, кто говорю с тобою, я и есть Мессия. Женщина, оставив свой кувшин с водой и возвратилась обратно в город, она сказала людям, пойдемте со мной и увидите человека, который рассказал обо мне, все обо мне, то, что я сделала в жизни. Может, он и есть Христос, да, то есть Мессия. Как вы думаете? Как вы думаете? Однажды эта женщина услышала, знаете, она ожидала о том, что Господь Он придет. Ну, это было выражено в ее словах. Это не было, она не знала, как Он придет, но она знала точно, да, написано, что может быть, ну, так как она была самарянка, как бы, я думаю, что она, может быть, слышала от родителей, может быть, слышала от своих знакомых, то есть, ну, может быть, воспиталась, как бы, воспитывалась, как бы, да, о том, потому что, Писание, они, как говорили о приходе Мессии, вот, написано, написано, что я знала, что ты придешь, да, я знала, что ты придешь, и расскажешь о всем, что непонятно в этой жизни, расскажешь о страданиях, расскажешь об унижениях, о несправедливостях, потому что не все, не все, как бы, понятно, и только ты можешь пояснить, почему моя жизнь вот такая вот, а может даже не надо ничего и пояснять, вроде и так, как бы, все понятно, но главное, что, главное, что ты здесь, а это значит, что теперь ничего не страшно, ты просто возьмешь меня за руку, и проведешь. И воду, которую ты мне, воду, которая ты мне даешь, станет источником внутри меня и которая не будет иссякаться. Знаете, Ишуа, разговаривая с ней, он не объяснял ей причины, хотя он знал на самом деле, он знал на самом деле много причин, и где-то он обличал, помните, учеников, когда они там пытались как-то найти причины и как бы аргументировать, почему там, да, допустим, зло там или башня упала там, да, и шоу, говорят, они что, были грешнее всех? Что так случилось? Вопрос, да нет. Много экспертов говорят о том, что, почему Украину посетила такая ситуация? А мне вопрос, а что, она грешнее всех? если начнем разбираться, копаться, то все равно мы где-то придем не к точным, мы можем, да, Бог дал нам какой-то, может быть, момент, и в чем-то разбираться, исследовать, но я думаю, что здесь просто нужно исполнять волю Божию и делать то, к чему человек призман, и быть, ну, как бы, рядом с той проблемой и молиться за это. Все, что я могу сделать, я в этом не эксперт, я знаю, да, описание о том, что я могу дать неверное какое-то, ну, не совсем, не то, неправильное, не совсем правильное, и шума не стал с этой женщиной разбираться, он сказал, что я все знаю, но я тебе дам эту воду живую, которая в тебе сделается источником в этой жизни, которая не будет иссякаться. Он говорил о Духе Божьем, он говорил о спасении, и вы знаете, что значит быть спасенным человеком. Это очень, как бы, может быть, такая заезженная фраза, знакомая всем, но она имеет огромную, ну, глубину. Это значит, что ты и я, мы вне опасности. Все, опасность нас миновала. Ты и я, мы вне опасности. О том, что мы исцелены, мы прощены, мы приняты, и мы обновлены. И в этом заключается, ну, весть радости, радостная весть. Спасение это великое слово. Оно означает, что наши взаимоотношения с Богом, они восстановлены уже. Они не восстанавливаются, они уже восстановлены. Спасение может прийти мгновенно, как пришло к Захею. Когда пришел Мессия, да, Захееву увидел, да, и потом они пришли в дом, и что сказал, сказал Ишуо, да, что ныне пришло спасение дома твоему. И спасение пришло не только в его жизнь, а полностью в его всю семью. Спасение может прийти в одно мгновение вместе с осознанием веры, но оно воплощается в жизнь до конца наших дней. И это означает, что с каждым днем мы переживаем его все сильнее и сильнее. И ощущаем это состояние. Это очень прекрасное состояние. Об этом говорит нам Слово Божие, Тора, да, Писание. О том, что у нас уже есть эта радость во Святом Духе и о том, что наши взаимоотношения с Богом, они уже восстановлены. Они не восстанавливаются. Они восстановлены. И это насыщенно эта радостная вещь, что через все Писание кто бы ни пытался вы знаете затмить Слово Божье. Я скажу вам одну вещь. Знаете, Слово Божье есть истина. Есть многие все, что прибавляется к Слову Божьему, а много что сейчас прибавляется. Ну, там, да, то это есть ересь. Слово Божье, знаете, не да, мы его мы можем брать его и рассуждать над ним, углубляться. Но что-то прибавить или отнять или добавить, да, там что-то, что-то Бог не досказал. Знаете, есть моменты, которые ну, не описаны в Писании, ну, не являются именно Духом Писания. А сейчас очень много моментов, и люди очень, знаете, они, я, скажу честно, я сейчас мало слушаю проповедников. Ну, не то, что нельзя, ну, мало, потому что, ну, иногда то, что ты слышишь, знаете, очень много, столько много информации, важно читать Слово Божье, и я сейчас больше читаю книги, книги о людях, которые, сильно, прошли, ну, такой сложный, как-то, период, и вот, как Бог их провел, и как Бог их восстановил. Мне нравится биографии, вот, и как на основании этого Слова Божьего, то есть, ну, как вот они просто, ну, вышли из ситуации разных. Потому что много-много всего, и как Писание говорит, что там ветры, разные учения, там, и так далее, то есть, ну, оно не полезно, оно только удаляет тебя, как бы, от истины. Радость Божия, радость Сторы, или Слова Божьего, она заключается в том, что мы спасены, и наши отношения с Богом восстановлены. И я как бы желаю, чтобы мы эту радость спасения, потому что, помните, я говорил, да, что почему я спасен, почему я именно оказался там, в нужном месте, в нужное время. это просто Божий какой-то промысел, многое от меня не зависит, и это дает мне просто радость о том, что Бог, Он радуется за меня, Бог радуется за каждого из вас, ангелы радуются. И на самом деле, в конце концов, всему этому придет конец. И Писание, оно говорит, что призванным, да, боевое изволение, да, избранным, призванным все, что не происходило, оно все содействует нам к благу. Сильно, это здорово. Давайте мы встанем. Боже Святый, мы благодарны Тебе, мы благодарны Тебе, за то, что мои отношения, отношения мы против сестер, они в Тебе, они, Боже, Ты примирил нас через свое слово, Ты примирил нас через шоу, который и пострадал, но и воскрес. и это является нашей радостью, то, что у нас есть надежда, у нас есть вера, и у нас есть Тот, кто помогает нам в этой жизни, которая ведет нас к этим источникам жизни, воды живой. и я благодарю Тебя, что в нашем сердце Твоя жизнь, жизнь Духа Святого. Я благодарю Тебя, что Ты, за Твое слово, которое было сказано в мою жизнь, в жизнь братьев и сестер, я благодарю Тебя, что это слово, оно не забыто. И оно совершается, даже если мы проходим какие-то сложности, это слово совершается, и в тот день, твой день, то слово, которое Ты сказал, оно осуществится в жизни Твоей общины, в жизни каждого брата и сестры. И мы благодарим Тебя за Твое любовь, то, что Ты не разбрасываешься никем. Ты ценишь каждого из нас. Спасибо Тебе за ту радость, этого спасения, которое мы переживаем каждый день. и даже если мы сталкиваемся с какими-то сложностями, потому что они где-то оказывают влияние на мою жизнь, но возвращаясь снова к Твоему слову, возвращаясь к Твоему писанию, потому что Твое слово, оно дает жизнь, оно дает смысл жизни, оно открывает нам глаза, оно вдохновляет нас, оно дает нам надежду, оно дает нам веру в том, что Ты позаботишься о нас, то, что Ты проведешь нас через любые сложности. и конец этого всего это радость, это праздник, праздник суббот, праздник радости Твоего слова, которое действительно, которое ничто не сломило и ничто не повлияло, никто бы не покушался, те, кто покушался, их уже нет в живых, но Твое слово, оно живет. вера, живая вера, она живет. Мы благодарны Тебе, мы славим Тебя, превозносим Тебя на этом месте за Твою славу, за то, что Ты ведешь нас и Ты приведешь нас в свою радость, которую Ты говоришь через свою славу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok